Китай провел испытания новой МБР для подводных лодок третьего поколения. Военно-морские силы Китая 2 июня провели испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты для подводных лодок. Запуск ракеты JL-3 Zulantri был произведен в Бахайском заливе недалеко от полуострова Шаньдун в восточном Китае. Прошедшее испытание новейшей китайской МБР уже второе, первое прошло 22 ноября 2018 года. Как всегда Минобороны Китая не распространяется о проведенных пусках, поэтому известно только то, что ракета была запущена с борта специальной дизельной подводной лодки. В каком положении находилась субмарина подводном или надводном, неизвестно. Также не сообщаются результаты испытаний. Известно, что твердотопливная ракета JL-3 предназначена для оснащения атомных субмарин следующего поколения. Дальность полета ракеты заявлена в 12-14 тысяч километров. Боеголовка несет до 10 разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Как пишет блог BMPD, по американским оценкам, новая ракета пойдет на оснащение китайских атомных ракетных подводных лодок следующего поколения, предположительно обозначаемый как проект 096. Ввод головной субмарины в строе ожидается в середине 2020-х годов. Предполагается, что для испытательных пусков новой МБР использовалась китайская опытовая дизель-электрическая ракетная лодка проекта 032, прошедшая специальную модернизацию для проведения испытаний нового типа баллистических ракет. С установкой в задней части ограждения выдвижных устройств лодки новой ракетной шахты большей длины, чем прежде, которая теперь серьезно выдается по высоте. На вооружении китайских ракетных субмарин ранее стояли БРПЛ, баллистические ракеты подводных лодок JL-1. Твердопливная ракета JL-1 была принята на вооружение еще в 80-х годах прошлого века. Она имела стартовую массу 14,7 тонн, длину 10,4 метра, дальность стрельбы от 1700 до 2500 километров и моноблачную боевую часть. В настоящее время китайские субмарины второго поколения проекта 094 вооружены БРПЛ JL-2. Ракета имеет стартовую массу 42-45 тонн, длину 13 метров, дальность полета от 7400 до 8000 километров и способна нести либо моноблачную боевую часть, либо три или четыре разделяемые головные части индивидуального наведения. На сегодняшний день в составе ВМС Китая находится пять подлодок данного проекта, каждая из которых оборудована 12 ракетными шахтами.